Как, правильно, каяться, на, исповеди? Что, такое, покаяние? Оставление, прежнего, и печаль, о нем. Покаяние, есть, дверь милости, отверстая, усиленно, ищущим его. Этой, дверью, входим, в Божию милость. Кроме этого, входа, не обретем милости. Святитель Василий Великий Будь легкой. Отдай все грехи Богу. Все болезни, все печали, все заботы. Отдай Богу. И будь легкой, освободись. Богу известно о тебе. Каждому человеку дано в жизни сыграть свою роль. Сыграет и уходит в жизнь вечную. О чем расстраиваться? Мы же тут не вечные. Мы же тут в гостях. А уйдем домой в свое время. Все, уйдем домой. Господь на земле никого не оставит. Всех заберет к себе. Душа ведь не умирает. Тело? Это костюм. Это храм души. Говоря о покаянии, как о необходимой форме нашего духовного возрождения. Не забываем о цели и смысле этого таинства. Как это сделать православному христианину? Первое, каемся пред Господом, а не перед священником. Второе, называем грехи своими словами, не боясь, при этом, правды и жесткости. Третье, каясь в грехах, нужно обнажать причину греха, и его последствия. Четвертое, нужно говорить, в первом лице единственного числа. Четвертое, только исключительно о себе, и ни о ком другом. На аналое, лежат крест и Евангелие. Евангелие, Слово Бога, Законы Бога. Крест, на кресте Господь, искупление, нам, принес, в смертных муках. Начинаем исповедь. Священник, встает, или в ряд, с кающимся, или, даже, чуть-чуть назад отходит, чтобы, не мешать, человеку, покаяться перед Богом, Христом, и Евангелием. Поскольку, мы, каемся перед, Господом. На исповеди, православные, христиане, или стоят, или опускаются, на колени. Обращаемся сразу на «ты», не к Батюшке, а к Господу, говоря, например, следующее. Господи, я виноват пред Тобою и перед людьми. Потому что валяюсь, в грехе. В том, что, будучи, православным, много что знаю. Но делаю то, чего, безмозглые, не делают. Что, я каждый день, Господи, сужу ближних моих, которых ты, не судил, а умирал, за них на кресте. Во мне нет даже тени любви. Тени сострадания, тени милосердия. И так каемся, в этом грехе, другом, третьем, четвертом. Не со священником разговариваем. А у Бога, прощения просим, правду о себе говоря. Нужно каяться так, как будто, это исповедь твоя. Последнее перед смертью, и судом Бога. Твой последний шанс, что, каяться во всем, без самооправданий, без саможаления, жестко. И с одним, единственным желанием, больше в эту яму с помоями не влазить. После искреннего покаяния, которое совершается на таинстве исповеди. Грех прекращает быть даже интересен. Умирает желание грешить. Так, Дух Святой вживую проявляет себя. Если мы в себе этого не видим, значит, покаяние не было настоящим. Была форма самообмана, не больше. Не заблуждайся, относительно знания, о том, что будет с тобой после смерти. Что здесь посеешь, то там и пожнешь. После исхода отсюда никому уже нельзя достичь успеха. Здесь делание, там воздаяние. Здесь подвиг, там венцы. Преподобный Варсенофий Великий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok